На этой неделе удивительный расклад между информационным поводом оперативки и прочими информационными поводами. Я имею ввиду то, что сама по себе оперативка и оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан было абсолютно пустым. Абсолютно несодержательным и вообще длилось меньше одного часа, но на то были веские причины. Простым смертным только к полудню вчерашнего дня стало известно о задержании министра строительства и архитектуры Рамзилю Кучербаева. А вот Хабиров-то как раз знал, что именно во время оперативного совещания идут оперативные действия силовиков в здании министерства строительства и архитектуры, что задержан Рамзилю Кучербаев, министр строительства и архитектуры. И собственно эта мысль видимо и занимала полностью сознание Хабирова на оперативном совещании, потому что был он необычайно отстранен внутренне и внешне от всего происходящего в зале. Время от времени вставлял какие-то реплики, не всегда понятные, не всегда они соответствовали ходу и течению совещания, потому что само совещание по сути конечно обсуждать нет никакого смысла. Мы его пунктиром так наметим, кто что сделал, кто что сказал, но уделим ему минимум времени. Вступление в оперативное совещание было абсолютно кратким, никаких поздравлений, никаких кадровых решений. Хабиров восхитился незначительности падения промышленного производства в республике Башкортостан всего лишь на 2%. Обтекаемо похвалил мэрию Нефтекамска, в котором он побывал в выходные, сказав, что наконец-то граждане этого города научились благодарить его, Хабирова, за все благодеяния. При этом Хабиров ни разу не взглянул в зал, смотрел в стол и был абсолютно растерян. Следуя заведенному регламенту, выслушали доклад орденоносного Забелина. Забелин ничего нового не сообщил. Хабиров на автомате переспросил его вопрос прошлой недели о количестве пациентов в стерлитомагском ковидном госпитале, новом ковидном госпитале. Забелин опять подтвердил, что там 72 человека. Хабиров сделал вид, что он не помнит, что ровно этот же разговор случился у них неделю назад. Опять сказал Забелину, что нужно переводить пациентов. И Забелин опять пообещал это сделать. Далее заслушали Беляева о ситуации в ЖКХ. И он сообщил, что в ЖКХ все прекрасно и все в порядке. Что снег с крыш особенно хорошо чистят. И тут вообще никаких вопросов к нему нет. Хотя тут я конечно бы не согласился. Хабиров, растерянного выслушав Беляева, произнес какие-то совершенно несвязанные фразы. Я их процитирую. Мы в субботу-воскресенье по три часа сидели, думали, что делать с БАШ РТС и МУП УИС. Я сегодня свою часть работы сделаю. Конец цитаты. Что имел в виду Хабиров, совершенно непонятно. Если он имел в виду договоренности с МУП УИС, то тут конечно большие вопросы. А если он имел в виду договоренности с БАШ РТС, то их вообще не существует. Потому что в конце прошлой недели представители этой организации опровергли заявление Беляева о том, что в 6300 многоквартирных домах допущено нарушение при расчете стоимости тепла. И утверждали, что эти нарушения допущены только в 18 многоквартирных домах. В общем, вопреки вот этой несвязной речи Хабирова, я утверждаю, что эта проблема до сих пор не решена. Возможно, она находится в стадии решения, но тем не менее говорить о результатах все еще рано. Далее заслушали доклад Андрея Назарова о третьем пакете мер по повышению устойчивости экономики Республики Башкортостан. И тут Хабиров и вовсе погрузился в какую-то литургию. Он не слушал, однозначно не слушал докладчика, несмотря на то, что Андрей Геннадьевич рассказывал о приятных ушам Хабирова вещах. Он рассказывал о том, что инвестиции за 9 месяцев 2020 года выросли, что сельхозпроизводство выросло, вырос ввод жилья, даже зарплата выросла на 4,5%. Правда, упал индекс промышленного производства, но численность занятых, например, в малом и среднем предпринимательстве тоже выросла, хотя и незначительно. В целом, сами меры по поддержке экономики, собственно, не содержали ничего нового. 66 мер, которые огласил Назаров, или, по крайней мере, очертил их контуры, это примерно то же самое, что происходило у нас прошлой весной. Всевозможные скидки на доставку при импорте, всевозможные компенсации курсовой разницы закупа импортного оборудования. Во многом и многие из этих мер действительно имеют экономический смысл. Непонятно, правда, есть ли смысл терять на этом и тратить на это 9,7 миллиарда рублей. Тут до конца, конечно, эффективность не подтверждена, особенно учитывая, что каша размазана по тарелке. Например, на софинансирование новых бизнесов выделяется всего лишь 30 миллионов рублей, что критически мало. А вот, например, на создание и реконструкцию транспортной и энергетической инфраструктуры готовы потратить 1 миллиард и 200 миллионов рублей. Ну, собственно, судить об эффективности этих мер можно будет только после того, как они будут предприняты. И будут ли они предприняты в полной мере, неизвестно. Назаров, вторя Хабирову на прошлых совещаниях, сказал, что 2021 год будет непростым. Вот примерно так он выразился. Слушая Назарова в полуха, Хабиров витал где-то далеко-далеко. Видимо, он думал о тяжелой судьбе Рамзиля Кучербаева, который в этот момент, закованный в наручники, куда-то отправляется или уже отправился. Возможно, Хабиров обдумывал последствия этого события. Но мы об этом, конечно, поговорим подробно. Кое-как, дослушав Назарова, Хабиров растерянно и как-то рассеянно посоветовал провести брифинг. Ну, у нас от всех болезней помогает брифинг, это же понятно. То есть, донести еще раз до широкой общественности те меры, которые Назаров предполагает предпринять для поддержки экономики республики. Завершил оперативку Хабиров и вовсе. Феерически он сообщил, что основным событием прошедшей недели были вовсе не протесты в поддержку Навального, вовсе не скандальные заявления какого-нибудь Нагорного или Сидякина, а главным событием прошлой недели было выступление Башкирского симфонического оркестра в городе Героя, Москва. Напоминаю о необходимости ставить лайки нашему каналу, комментировать, помогать ему материально, если вы считаете, что он вам нравится и он вам полезен. А ваше участие в виде лайков, комментариев и пожертвований, безусловно, поможет каналу продвинуться, стать еще интереснее, выйти на новые рейтинги в Ютьюбе и взаимно радовать и вас, и нас. Переходим к главному событию понедельника, к задержанию министра строительства и архитектуры Рамзиля Кучербаева, который, собственно, в ранге министра-то успел поработать меньше, чем два месяца, перед этим некоторое время исполнял обязанности министра, а вот перед этим четыре года, почти четыре года, трудился руководителем управления капитального строительства Республики Башкортостан, и, собственно, в этой должности и совершил то, что ему теперь вменяется в какое-то правонарушение, или, по крайней мере, он подозревается в нем. Так что начнем по порядку. Стало известно, что перед назначением Кучербаева Хабирову на стол легла папка со всеми подвигами этого замечательного чиновника, с описанием тех предполагаемых правонарушений или даже преступлений, о которых, собственно, сейчас речь идет во время расследования дела Рамзиля Кучербаева. Хабиров отчаянно и отважно пренебрег этой информацией, собственно, дав понять силовикам, что ему глубоко плевать на их рекомендации. Я не знаю, насколько это было актом раздражения после того, как силовики не допустили Рината Баширова до конкурса на место мэра Уфы, либо все-таки персона господина Кучербаева была активно пролоббирована интересантами, при том, что этими интересантами могут быть как господин Беляев, так и господин Абдрахимов. Про Беляева чуть позже, и вы поймете, почему Абдрахимов, собственно, заинтересован в расстановке своих людей на ключевые позиции в строительном секторе Республики Башкортостан. Так или иначе, 1 февраля утром силовики в составе сборной команды, как обычно, Следственный комитет и управления ФСБ по Республике Башкортостан, обеспечивающие, как правило, оперативное сопровождение подобных мероприятий, вошли в здание Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан и задержали Рамзиля Кучербаева, произведя обыск и, видимо, выемку документов в его рабочем кабинете и, возможно, в каких-то еще помещениях Министерства. Собственно, что известно на данный момент и что вменяется в вину господину Кучербаеву? Я полагаю, что примерно две группы эпизодов могут лечь в основу обвинений в отношении министра. Эта первая группа касается его взаимоотношений с ФСБ и наказаний, как ни странно. И как бы ни саркастично это звучало, речь, правда, идет банально о неких странных процессах, которые существовали между управлением по капитальному строительству Республики Башкортостан и строительным управлением номер три, которое принадлежит ФСБ и наказаний, или, по крайней мере, имеет к нему отношение. Там какие-то странные были процессы, там был и детский сад на родине Кучербаева, странным образом там воздвигнутый, и работы в парке Кашкадан. В общем, там речь нет о неких подрядных злоупотреблениях, по крайней мере, о предполагаемых подрядных злоупотреблениях. Второй же эпизод, который может быть вменен в вину господину Кучербаеву, это эпизод Кумертау, и там все существенно интереснее. Вчера пресса его упоминала непрестанно, при этом не разворачивала суть событий, что же там случилось с этими очистными сооружениями. Я все-таки вчера смог вечером найти источник информации, который мне пояснил в деталях, как все там происходило, и я сейчас вам об этом расскажу. В 2016 и 2017 годах в районе Кумертау, под Кумертау, поселке Маячном, некая компания Сигма вознамерилась построить маслозавод, и под это дело фондом развития моногородов, а как раз тогда Кумертау стало моногородом, были выделены средства для поддержки инфраструктуры. В рамках этого финансирования была запланирована постройка железнодорожной ветки в сторону производства, и самое главное, строительство и запуск очистных сооружений, дополнительных очистных сооружений, которые позволили бы поселку Маячную и частью города Кумертау начать пользоваться вполне себе современной инфраструктурой. Ну, дело хорошее, тем более фонд поддержки моногородов дает деньги, федералы отлично вообще, деньги внебюджетные, чем тут же непременно воспользовался господин Кучербаев, отобрав проектировщика без конкурса. Проектировщик был странный, он запроектировал вот этот вот объект, очистные сооружения, в проект не вошла изначально пусконаладка оборудования, что, ну, мега странно на самом деле, потому что с такие сложные технологические объекты без пусконаладки никто не проектирует. Но вот это первая странность, которая была допущена. Кучербаев получает этот объект через управление капитального строительства и внезапно на конкурсе уже на строительство этого объекта побеждает другая фирма, не та, которая проектировала и которая заложила, кстати говоря, собственное оборудование в рамках проекта. И вот дальше начинается уже абсолютная бильберда. Так как другая компания получила подряд, Кучербаев вот так как-то вот провел этот конкурс, и эта другая компания использовала другое оборудование в рамках описания его в этих тех заданиях весьма путаных. Напомню, деньги были федеральные. И, закончив строительство объекта, не произведя пусконаладку, возникает вопрос, кто будет запускать этот объект, объект очистных сооружений. Теоретически он должен был быть передан местному водоканалу, категорически отказался принимать его без пусконаладки и без вот этой процедуры запуска туда бактерий, которые должны, собственно, перерабатывать отходы. Что делать? Деньги по контракту не оплачиваются, потому что ничего не подписано. Исполнитель бьет копытом и, сами понимаете, хочет получить свои деньги. Жилстройнадзор не утверждает приемку этого оборудования, этого объекта без пусконаладки, о чем делает соответствующая запись, как бы, сноску, ремарку в документах. И тут случается странное. Имея на руках проект, подписанный всего лишь двумя мелкими клерками, Кучербаев подписывает КС-14 и КС-15 и, собственно, запускает процесс приемки этих работ. Напомню, очистные сооружения не работают, стоят, не запущены. После этого мэр города Кумертау, Тадамс Борис Владимирович Беляев подписывает акт ввода в эксплуатацию вот этих вот очистных сооружений. Напоминаю, очистные сооружения не работают, не запущены. В общем, с 2017 года этот объект стоит и разрушается. Как бы, безусловно, за последние 4 года там произошли процессы, которые потребуют дополнительных вложений. Ну, фонд финансирования моногородов с подачи Следственного комитета потребовал отчитаться о затратах, значит, о том, куда были истрачены эти деньги. А после того, как Беляев с Кучербаевым подписали документы, естественно, подрядчик получил свои деньги. И фонд, естественно, задает вопросы. А где? Покажите нам работающие очистные сооружения. Следственный комитет тоже предписывает фонду заняться этим вопросом. Хуже того, фонд поддержки моногородов отзывает все финансирование, которое было выделено на Республике Башкортостан. Тем самым наносится еще один ущерб Республике. Имеется в виду то, что иные субъекты, которые были вовлечены в процесс поддержки вот этого фонда, у нас теперь из этого списка исключены. В общем, что мы имеем в сухом остатке? Я так полагаю, предполагаю и надеюсь, что следствие обоснованным полагает о том, что господин Кучербаев и господин Беляев нанесли ущерб федеральному и республиканскому бюджетам в том смысле, что они заактировали, подписали и приняли, по крайней мере, на бумаге, а самое главное, оплатили исполнителю объект, который не соответствовал в конечном итоге требованием техзадания или вообще требованием, наверное, даже, я бы сказал, здравого смысла. Потому что принимать объект, который не работает, и по определению его запуск под вопросом, наверное, неразумно, да? А тем более платить за это семизначные суммы в рублях. В общем, вот примерно об этом идет речь в этом кумертауском эпизоде. Я не знаю, правда, как на самом деле трактуют следствие все эти поступки, насколько господин Беляев будет вовлечен во все эти вещи, насколько это можно трактовать как какое-то случайное событие, но тут есть один очень важный аспект. Все, кто принимал участие в этих процессах, включая Кучербаева, профессиональные строители, Кучербаев не мог не знать о том, что нельзя подписывать КС-14 и КС-15 на основании подписи каких-то мелких чиновников, которые подписали, собственно, проект. Жилстройнадзор здесь повел себя очень корректно и очень осторожно. Они, видимо, будут выведены из-под удара. А вот по Беляеву большие вопросы. С какого перепуга он подписывает акт ввода в эксплуатацию? Давайте рассуждать здраво. Вот сидят два чиновника, Кучербаев и Беляев. Перед каждым стоит дилемма, подписать или не подписать некий документ, по сути, открывающий возможность оплатить контракт, который исполнен не до конца. Зачем бы это нужно было вот этим двум чиновникам, если бы у них для этого не было какой-то мотивации? Кто-то их заставлял, кто-то им говорил, подпишите документы, которые нельзя подписать. Думаю, что нет. Соответственно, здесь абсолютно логично, наверное, было бы предположить, что у них был некий иной, более глубокий, более приятный им лично мотив. Ну, вот в этом будет, собственно, разбираться следствие. Возможно, были найдены подтверждения коррупционной составляющей в этой истории. У меня пока этих таких фактических подтверждений нет, кроме предположений и логических умозаключений, у меня пока в этом плане ничего нет. Единственное, что я знаю, это вот эту историю, как все это развивалось, и могу с уверенностью утверждать, что многие документы были подписаны абсолютно неправомерно. Судя по всему, вот эта модель Кумертаусской истории получила продолжение в дальнейшем, и есть основания предполагать о том, что господин Беляев примерно в том же ключе, в том же ритме и по тем же причинам подписывает сейчас акты приемки вот этих башкирских двориков, ремонтов, подъездов и так далее, и так далее. К этим процессам не меньше вопросов, чем к процессам в Кумертаусских очистных сооружениях, и я очень надеюсь, что следственные органы подберутся и к этим же вопросам тоже, разберутся с тем, насколько объективно и законно принимал господин Беляев работы по башкирским дворикам и ремонту подъездов, потому что вопросов по этим процессам в общем-то абсолютное море. Не перестает нас удивлять своими судорожными движениями Ростислав Мурзагулов. Стало известно о том, что он высказал свою готовность встретиться с теми, кто чем-то там недоволен, имеется в виду, конечно, протестовавшие в минувшие выходные. При этом Мурзагулов оговорился, что людей должно быть не больше 25, что они тщательно должны быть отобраны на предмет лояльности и способности разговаривать с ним. Ну, собственно, я полагаю, что ему необходимо влюбленные в него лично, либо хотя бы в Хабирова. Протестанта иных он не приемлет. Ну, Раис, Вика и Элвин уже дали свое согласие на встречу с Хабировым, остальные 22 человека спешно подбираются. Я очень надеюсь, что среди них будет знаменитый Уфимец Анатолий, а возможно, это будет 22 Уфимца Анатолия. Мы уже говорили об инициативе господина Сидякина по объединению двух вузов, которая наделала много шума, и шум этот продолжается. Однако, совсем недавно появились еще кое-какие детали в этой истории. Кроме того, что господин Сидякин объявил о планах по объединению двух крупнейших вузов Республики Башкортостан, стало известно о том, что это лично его план. Сначала он туманно сообщил и намекнул о том, что, дескать, как бы это такая инициатива, она чуть ли там не с самого верха. Однако, чиновники Федерального ведомства, образовательного ведомства Российской Федерации утверждают, что эта инициатива исходит лично от господина Сидякина и непосредственно от Республики Башкортостан. То есть, тут возникает вопрос, зачем это нужно Александру Геннадьевичу, и напрашивается ответ на то, что именно объединение вузов удивительным образом даст возможность изыскать финансирование на реконструкцию и доведение до ума того здания, которое расположено на Закивле-Иди, вот эта синяя башня с пристроем, и, в общем, на которую завязана масса-масса интересов. И вот тут становится понятно, потому что господин Сидякин, США Сидякин, он же глава администрации Радио Хабирова, никогда ничего не делает просто так. Даже из хулиганских побуждений объединять два крупных вуза США не стал бы, не будь там какой-нибудь интересной схемки. И вот эта схемка теперь начинает проглядываться. Я предполагаю, пока все еще предполагаю, и это мое субъективное суждение, что, возможно, именно объединение вузов позволит США Сидякин провернуть финансирование по ремонту и реконструкции вот этого здания на Закивле-Иди. Ну и самая свежая последняя новость касающаяся Республики Башкортостан это то, что Радио Хабиров занял вторую строчку антирейтинга телеграм-канала Низыгр, очень влиятельного источника информации, который многие даже обвиняют или, по крайней мере, склоняются к тому, что он является таким негласным рупором администрации президента Путина. Так вот, в этом рейтинге Хабиров занял второе место антирейтинг губернаторов и причиной тому является конфликт с вице-премьером правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой на тему ковидных паспортов, которые Хабиров чуть было не ввел в Республике, ну и плюс невиданное возрастание протестной активности в Республике. Замечу, что оба этих фактора и ковидные паспорта, и конфликт, внутриполитический конфликт в Республике, все это дело рук все того же Саша Сидякина. Хабиров как будто бы ослеп, не понимая того, что все его проблемы исходят, в общем-то, из одного источника. Это Александр Геннадьевич Сидякин. Он тем или иным образом имеет отношение ко всем провалам хабировской команды, по крайней мере, в политическом плане. Про экономику, в которой там так или иначе участвует господин Сидякин, я думаю, мы в свое время поговорим детально и подробно, а вот внутри политические процессы господином Сидякиным провалены полностью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова